Здравствуйте! В эфире программа ДПС на ОТС. В итоговом выпуске мы расскажем о самых значимых событиях, которые произошли на этой неделе в Новосибирске и Новосибирской области. О главных темах в кратком обзоре. Смертельная поездка за бутылкой и пьяного водителя могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет. Искали всей округой. Отец беглого нарушителя сам привел сына в полицию. В погоне, как в лучших голливудских блокбастерах, инспекторы ДПС задержали банду особо опасных преступников. В начале программы анализ аварийности в регионе. Мы подготовили подборку самых громких столкновений, которые попали в официальную базу инспекторов. И будем разбираться в причинах таких ДТП. 40-летний мужчина без прав погиб в аварии на сельской трассе. Он ехал на УАЗике из Сузуна в сторону Мерети, но из-за отсутствия навыков не смог удержать руль. Машина оказалась в кювете, где перевернулась. Водитель погиб мгновенно. Еще один владелец УАЗика спровоцировал ДТП в области, а затем скрылся. Его разыскали инспекторы в течение нескольких часов и установили. Лихач колесил по селу Тошара, но не смог объехать мотоциклиста на Урале. Байкер упал, его доставили в больницу с разрывом селезенки и в состоянии шока. Лада Самара врезалась в Сканию на перекрестке в Коростукском районе. По данным инспекторов, дальнобойщик нарушил режим труда и отдыха, поэтому отвлекся от управления. Большой груз оказался на встречной полосе. Водители пассажир седана получили тяжелые травмы, их доставили в ближайшую больницу. Молодой автомобилист, не имеющий права садиться за руль, все-таки поехал на Висте из Ордынского в мегаполис. В пути не учел габариты иномарки, машина выехала на встречную полосу и протаранила Ниссан Санни. Шесть человек в больницах с переломами, а инициатор ДТП отказался от прохождения теста на трезвость. В ближайшие дни суд может приговорить его к лишению свободы. Пешеход попал в реанимацию после ДТП на Гусинобродском шоссе. 36-летний мужчина решил перейти проезжую часть вне зоны зебры, хотя светофор находился в нескольких метрах. Водитель Скани не успел остановить больший груз у пострадавшего черепно-мозговая травма. Мужчина погиб в аварии по вине пьяной спутницы. Дама под шофе решила сесть за руль иномарки и поехала кататься по Октябрьскому району. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,417 мг на литр. Вероятно, из-за выпитого спиртного женщина не справилась с управлением. Машина вылетела на обочину, где врезалась в дерево и перевернулась. Сожитель 36-летней автомобилистки, который находился на переднем пассажирском сидении, скончался до приезда медиков. Уже установлена пара родом из Бийска. В нашем городе они снимали квартиру. Виновница смертельной аварии предстанет перед судом. Ей грозит тюремный срок, штраф и лишение прав. Пешеход погиб на трассе из-за собственной неосторожности. Парень шел по дороге в одежде без света возвращающих элементов. В попутном направлении основному потоку машин. Его не заметил водитель Хонды, который направлялся в сторону мегаполиса. Смерть наступила мгновенно. Водитель Тойоты напился и отправился кататься с товарищем. Во время поездки не справился с управлением, машина врезалась в дерево. Пассажир погиб мгновенно, а пьяный лихач испугался и убежал. Позже его разыскали сотрудники полиции. Они установили, что права нарушителя нет. Теперь ему грозит штраф и тюремное заключение. Причиной этого ДТП стал лось. Он выбежал на проезжую часть. Владелец Хюндая не смог вовремя затормозить. Животное попало под колеса иномарки. Затем выбежало на полосу встречного движения, где снова угодило под машину. Лось скончался до приезда медиков. У пассажира легковушки переломы таза и предплечья. Далее в выпуске рубрика, в которой мы рассказываем о машинах. Они числятся в официальном розыске. Она создана, чтобы помочь жителям города быстрее вернуть украденный транспорт. Белый Киа Спортыш похитили ночью с улицы Татьяны Снежиной, 25-1, примерно с 4 до 5 утра. Телефон дежурной части полка ДПС на экране. Тойота Кроун пропала ночью с улицы Тюменская, 2, корпус 3. Такие авто часто распродают на запчасти. Сотрудников авторазборов просят соблюдать особую бдительность. Тойоту РАВ-4 черного цвета угнали Сватутина, вероятно, под заказ. Владелец отсутствовал всего 20 минут. Если заметите в своих дворах подобную иномарку, позвоните в дежурную часть. Белая Королла числится в розыске менее суток. Ее угнали с улицы Фурманова, 8, в Сузуне. Возможно, эту серую Хонду похитили те же преступники, что и предыдущую Тойоту. Только преступление произошло на улице Ленина, 15-D. Жители области, которые видели похищенную иномарку, просят сообщить в ГИБДД. Бежевый Рено Логан похитили с парковки на Курчатова, 13-2. Год выпуска авто 2011-й. Особых примет и повреждений на машине не было. Если увидите подходящую под описание иномарку, позвоните в дежурную часть ГИБДД. Номер телефона указан на экране. Волгу 1999 года угнали с улицы Петухова, 103, дробь 3. Цвет кузова белый, машину могли разобрать и попытаться распродать на запчасти. Просьба сотрудникам авторазборов быть особо бдительными. Бежевую шестерку украли накануне ночью. Машина была припаркована по адресу проспект Дзержинского, 2А. Год выпуска авто 1994-й. Если увидите похожий вас, позвоните в дежурную часть. Черная Toyota RAV4 пропала с парковки по адресу проспект Коптюга, 11. Год выпуска авто 2008-й. Если увидите подходящий по описанию автомобиль, позвоните в дежурную часть ГИБДД. Желтый ВАЗ 2108 угнали накануне ночью. Легковушка была припаркована по адресу улица Лазути на 1. Год выпуска 1986-й. Видимых повреждений на авто не было. Злоумышленники украли Toyota Surve 1991 года выпуска. Цвет кузова красный. В последний раз владелец оставил авто на улице Тевринская, напротив дома номер 2. Иномарку могли угнать, чтобы позже разобрать ее на запчасти. Зеленую семерку 2003 года угнали в поселке Октябрьский. Машина стояла на парковке по адресу строителей 10. Особых примет и повреждений на машине не было. Номер телефона дежурной части указан внизу экрана. Если и вы стали жертвой угонщиков после подачи заявления в полицию, присылайте фото и данные авто. Их увидят жители всего региона и шансы, что машину найдут, многократно вырастут. Ну а мы продолжаем. Инспекторы первого полка ДПС задержали банду опасных преступников. Их фетиш машины яркого цвета. Именно такие авто на протяжении двух с половиной недели угоняли из дворов Новосибирска. Но раскрыв одно преступление, инспекторы распутали целый криминальный клубок и пресекли деятельность воровской группировки. В распоряжении программы ДПС появились эксклюзивные кадры задержания. Вишневая «шестерка» стремительно выехала на кольцо площади труда, чем и привлекла внимание экипажа. Попросили призадержаться, но водитель прибавил газу. «Тайга 586» преследует «шестерку» красного цвета. По Станиславского идет в сторону площади Станиславского. На подъезде к очередному кольцу нарушитель решил сменить тактику. Седан выехал на встречную полосу. «Шестерка» тут же врезалась в «Тойоту Королу», но не остановилась, а разгонялась еще быстрее. «Вышел на трамвайные пути, идет по трамвайным путям». «Космическая улица подходит». Так и лавировали между потоками, пока не добрались до Октябрьского моста. Инспекторам стрелять здесь нельзя, слишком много людей. На переправе перехват, патрульная машина. Водитель ваза поворачивать не стал, легковушка протаранила полицейский транспорт, а затем повернула на Свердлова. Один побежал в сторону автовокзала, второй в сторону центра побежал вдоль трамвальных путей. Парень в красной кофте – водитель «шестерки». Неоднократно судим за грабежи и кражи. Как и остальные подельники. «Вишневая шестерка» тоже вне закона, она числится в угоне. В салоне отвертки, ворованные аккумуляторы, перчатки и кепки. Замок зажигания взломан, провода соединили напрямую. Чуть позже инспекторы выяснили – все три члена банды из Куйбышева. Пару недель назад угнали в Ленинском районе хлебобулочную «Газель», своровали всю выпечку и сожгли машину. Затем приехали к МЖК на фиолетовой девятке, там выкрали яркую четверку и также показательно сожгли. Затем украли и эту машину. Избавиться от этого вещдока не вышло. Теперь задержанным грозит тюремное заключение на срок до 15 лет, штрафы за нарушение правил и дополнительный срок за применение насилия в отношении представителей власти. Попытался уехать от инспекторов, но врезался в дерево. Полицейские поймали еще одного нарушителя. На место задержания выезжала наша съемочная группа. Подробности расскажет Ксения Курзун. Как только рассвело, Виктор завел мопед и поехал в ларек. По пути встретил инспектора в ДПС, но решил поиграть в прятки. Начал скрываться и во время поездки молиться. Понадеялся на помощь в высших сил. А зря. Без молитвы не сажусь за руль. Пока отче наш не прочитаем. Сегодня не успели, походу, прочитать. Причем я и утром читал. Так осели-то уже когда за руль. Ночью. На господь меня все равно спасает. Это же уже другой день был. Точно не дьявольский? Нет. Я в дьявол не верю. Виктора попутал не бес, а товарищ. Он уговорил мужчину поехать за алкоголем. Сколько выпил перед поездкой нарушитель точно не помнит. Говорит литр вина или два. Мужчина пояснил, надо было срочно накормить друзей. В меню только жидкие яства, горячительные напитки. Ни одну машину нигде не вдарил, ничего. В общем, у меня такая резкость. Я человек активный, адекватный. Правда, на этот раз реакция подвела. Во время погони мотоциклист потерял контроль над управлением. И мопед врезался в препятствие. На маршруте патрулирования экипажем был замечен скутер, водитель которого хаотично двигался по проезжей части. На требование об остановке игнорировал. Началось преследование. В ходе преследования водитель не справился с управлением. Совершил наезд на препятствие. Снизить тяжесть трав мог бы защитный шлем. Но мужчина так торопился в магазин, что забыл о правилах. Про безопасность пассажира и вовсе не подумал. Шлема два, кстати, есть у меня дома. Я бы их мог одеть. Силойку и себе, и ему. Пройти тест на трезвость мотоциклист согласился. Алкотестер показал четырехкратное превышение нормы. Теперь нарушителю грозит несколько штрафов и лишение прав. Инспекторы ДПС нашли водителя, который на днях сел за руль чужой иномарки, устроил два ДТП и убежал. Пострадавший мужчина в больнице с черепно-мозговой травмой и серьезным переломом. По данным пропаганды отдела ГИБДД, Кадиллак Эскалейд с алтайскими номерами ехал по Красному проспекту. Водитель не заметил рабочего, который ремонтировал дорожное полотно на аллее. Внедорожник наехал на пешехода, а затем продолжил движение и врезался в Кашкай. Но и это не остановило лихача, он поспешил ретироваться. Чуть позже машину нашли на горском жилмассиве, припаркованную во дворе жилого дома. Передний бампер разбит, задние стекла выбиты, а номера сняли. Спустя сутки инспекторы смогли вычислить того, кто был за рулем иномарки. Владелец машины мужчина в возрасте, он находился в пригороде и управлять автомобилем фактически не мог. Мужчине пришлось вернуться в Новосибирск и присоединиться к поискам нерадивого сына, который прятался у знакомых. Теперь беглецу грозит наказание по 264 статье. Она подразумевает лишение свободы на срок до 5 лет, но лишь в том случае, если пострадавший рабочий получил тяжкий вред здоровью. Но результаты судебно-медицинской экспертизы еще не готовы. Медики из районов Новосибирской области в начале этой недели получили новые кареты скорой помощи. Они более проходимы и комфортны. На площадке возле правительства Новосибирской области 8 новеньких машин скорой медицинской помощи. Большинство из них предназначены для районных больниц. Наша районная больница находится на трассе Иртыш. Знаете, да, что очень оживленная трасса федеральная. Поэтому, к сожалению, дорога очень травматична. Вот бывают аварии. Поэтому, чтобы быстро доехала машина и оказала помощь, это очень важно. Поэтому вот такие машины, оборудованные полностью, они очень нужны. Автомобили адаптированы к сельским условиям. Короткая база, высокий клиренс, повышенная проходимость. Оснащение оборудованием, отмечают в региональном Минздраве, также на современном уровне. Автомобили скорой помощи, по сути, это, ну, как сказать, мини-больницы на колесах. Есть все необходимое, чтобы качественно оказать медицинскую помощь. Вот стоят за мной машины категории «Б», ну, вплоть до искусственной вентиляции легких. То есть это практически реанимобиль. Автомобили закупили в рамках областной программы развития здравоохранения Новосибирской области. Благодаря тому, что наш регион участвует в национальных проектах здравоохранения и демография, финансирование на обновление материальной базы медицинских учреждений выросло на 15%. В те учреждения, необходимость приобретения машин, для которых мы определяли в ходе моих поездок по району в прошлом году, ну и два автомобиля в наше областное учреждение. Я хочу поздравить вас с этим приятным событием. Надеюсь, что эти современные, хорошо укомплектованные автомобили помогут еще более качественно и оперативно оказывать медицинскую помощь во всех уголках нашей большой Новосибирской области. Восемь машин – это лишь первая партия. До конца этого года в районной Новосибирской области приобретут еще как минимум 35 автомобилей скорой помощи. На дачном шоссе запретят нелегальную парковку. Эвакуаторы будут работать у въезда в военный санаторий Ельцовка. Он находится в Зельцовском районе Новосибирска. С 22 августа на участке установят предупреждающие знаки. Отмечу, этой стоянкой часто пользовались жители поселка Апские и Зори, дачного общества «Заимка» и «Гребники». Автомобилистов призывают не нарушать правила. В противном случае машину увезут на спецстоянку, сутки на которой обойдутся владельцу примерно в 1200 рублей. Плюс 1700 придется заплатить за доставку транспорта на специализированную парковку. На нескольких улицах мегаполисы ограничили движение транспорта. Это связано с ремонтами на теплотрассах и водоводах. К примеру, на Белинского проезжую часть сузили на 6 метров, а улицу Фрунзе на 10. На опасных участках уже выставлены предупреждающие знаки. Владельцев авто просят не нарушать правила и воспользоваться при необходимости второстепенными дорогами для объезда. Работу завершат в ближайшие две недели. В следующем году улицу Кедровая расширят до четырех полос, а завершат там ремонт только в 2021. По данным мэрии, расширение проезжей части позволит создать более пологий поворот. А это благоприятно отразится как на аварийности на данном участке, так и на ликвидации пробок. Заторов при въезде в город не будет. В общей сложности на реконструкцию полотна на Кедровой выделено 192 миллиона. Большую часть потратят на обустройство коммуникаций и строительство ливневки. Другим темам. В Академгородке открыли умную остановку. Ее обустроили на Морском проспекте 25. На интерактивном дисплее жители города смогут узнавать расписание движения транспорта, а также видеть местоположение каждого маршрута. Кроме того, система настроена таким образом, что может сканировать лица людей. Это позволит быстро распознать тех, кто числится в розыске. Если же кто-то из пассажиров забудет на остановке личные вещи, сработает дополнительная опция. Информация незамедлительно поступит в городские службы. По Новосибирску скоро начнут курсировать столичные трамваи. Их подарили нашему городу, власти Москвы, но вот за доставку пришлось заплатить 11 миллионов рублей. В салонах электротранспорта установлены видеокамеры и печное оборудование. Сейчас в ДПО проводят техосмотры восьми трамваев. Они будут перевозить пассажиров по правому берегу. Некоторых пришлось заменить проводку или сделать небольшой ремонт. Добавлю, в этом транспорте 32 сидячих места. Общая вместимость порядка 50 человек. Под каждым сиденьем есть обогрев. В отличие от предыдущей модели, в этой четыре двери вместо трех. В вагоне пять видеокамер. По одной напротив каждой двери и одна в кабине водителя. Кстати, место водителя в этом вагоне расположено лучше, так как находится посередине, а не слева. Это улучшает обзор, пояснили в гор-электротранспорте. Каждый третий новосибирский автомобилист игнорирует ремни безопасности. Инспекторы ДПС решили напомнить водителям о правилах. Вреде приняла участие и наша съемочная группа. Виктория с подругой ехала по делам. Машина у автоледи непростая, с повышенным уровнем безопасности. Понадеявшись на это, дама решила не пристегиваться штатным ремнем. Пассажирке также не напомнила про правила. Мы просто почему-то не подумали о нашей безопасности в этот момент. Ехали по работе. Другая автолюбительница во время поездки была сосредоточена не на дорожной ситуации, а на личных переживаниях. Про ремень безопасности и вовсе не подумала. Я вообще ехала с поликлиники и просто в эмоциях забыла пристегнуться. А этот мужчина не забыл пристегнуться. Он просто подумал, что если поездка не длинная, ремни ни к чему. Ремни безопасности, да почему их дарим? Он будет двигаться, от магазина выезжать. От магазина выезжать. А вы считаете, что в правилах дорожного движения просто так написано, что движение не начинать, пока не пристегиваешься? За час проверки несколько десятков нарушителей. Место для рейда инспекторы выбрали не случайно. Площадь энергетиков – один из самых загруженных участков. ДТП здесь случаются регулярно, несмотря на то, что на кольце патрульные дежурят круглосуточно. По опыту работы могу сказать, что в день встречается довольно много таких водителей. Ну, каждый третий или четвертый водитель не пристегнут к ремешкам безопасности. Штраф за не пристегнутый ремень – тысяча рублей. Если оплатить в кратчайшие сроки, можно получить скидку 50%. Но лучше и вовсе не нарушать. Въезды и выезды из населенных пунктов Новосибирской области ремонтируют. В этом году программа дорожных работ очень большая. Так и почему это стало возможно, выяснял Константин Клещин. Трасса Новосибирска-Лавань-Томск по сибирским меркам, если уж и не идеальная, то вполне добротная. Однако за поселком Кудряши появилась дорожная техника и начались работы. Специалисты говорят, покрытие трассы перестало соответствовать нормам. Чтобы разрушения не пошли дальше, начали ремонт. Работа на опережение. Протяженность данного участка 10 километров 300 метров. Фрезерование существующего покрытия. Устройство покрытия по основному ходу составляет площадь у нас 97 тысяч квадратов 300 метров квадратных. Соответственно, еще устраиваются сходы на примыкания существующие, которые у нас тоже имеют место быть. И устройство обочин. Этот ремонт – следствие изменений в программе БКД, которые приняты в конце прошлого года. Теперь это национальный проект, а значит и взгляд на безопасные и качественные автомобильные дороги иной. Раньше программа ограничилась строительством и ремонтом дорог на подступах к мегаполису. С нуля возводили по современным требованиям объекты инфраструктуры, такие как объезд села Верхтула и четырехполосный въезд в Новосибирь со стороны поселка Садовый. Теперь же ПКАД охватывает не только дороги агломерации, но и трассы регионального и межрегионального значения. А также в ином виде предстают въезды и выезды из всех крупных населенных пунктов области. У нас была собственная программа, которая не относилась к БКД. То есть выбирались и те направления, которые наиболее должны быть в первую очередь выполнены. А когда появилась программа БКД, появилась возможность уже эти объекты не затягивать, а поставить и реализовать их в 2019 году. Ремонты по программе БКАД идут почти по всей области. Например, на трассе Сдвинск Довольная, Каргат Довольная. Речь идет не только о дорогах с асфальтно-бетонным покрытием, но и о проблемных маршрутах. На пихтовке по Намаревке идет удаление пучинистого грунта, потому что эта дорога идет по заболоченной местности, она очень подвержена пучению. Вынимается пучинистый грунт, заполняется скальным грунтом. Потом данная дорога перекрывается щебнем, то есть это щебеночное покрытие. Всего по нацпроекту БКАД в этом году потратят 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Федеральная составляющая в них 60%, остальное софинансирование субъекта федерации. Весомые затраты гарантия, что дороги Новосибирской области станут лучше. Мы продолжаем. 41 новый пешеходный переход появится в Новосибирской области уже в этом году. Объекты строят около учебных заведений, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность детей. Тему продолжит корреспондент программы ДПС. Александр привез сына поступать в Ордынский аграрный колледж. Мужчину приятно удивило, когда увидел, что рядом с учебным заведением строят новый пешеходный переход. Все-таки он уже в черте, так скажем, города практически. Так что тут километраж ограничен, скорость, так что обязательно должно быть. Пешеходный переход пересекает региональную трассу Новосибирск-Кочки-Павлодар. На одной стороне дороги остановка, на другой общежитие колледжа. Это стандартная практика строительства пешеходных переходов. Поближе к школам, детским садам и иным образовательным учреждениям. Объекты, как правило, заканчивают к первому сентября. Но в Ордынском районе строители уверены, справятся раньше. Будут стоять пешеходные ограждения, которые будут ограничивать, так скажем, переход дороги в неположенном месте. Будет стоять освещение и будет стоять светофор унигающий. Также обязательными элементами современного пешеходного перехода являются тротуары, разметка на проезжей части, искусственные неровности и, конечно, соответствующие дорожные знаки. Всего у нас, получается, в области действует 81 такой пешеходный переход. В прошлом году обустроили 40 штук, в этом году 41. В текущем году выделено 136 миллионов рублей. Строительство пешеходных переходов начали с территорий, которые ближе к мегаполису. Теперь работы идут на более отдаленных участках. Уже сданы объекты в Машковском и Маслянинском районах. Но основная работа еще впереди. Кроме обеспечения безопасности людей, пешеходные переходы выполняют еще одну важную функцию. Это эстетика дорог. Новые пешеходные переходы придают современный вид улицам поселков и районных центров. Оформлять столкновения по европротоколу на Западе начали с 1972 года. А в России бланки извещения ДТП появились только в конце 2000-х. Однако водители до сих пор относятся к такой процедуре с опасением. В плюсах и минусах упрощенного оформления аварий разбиралась моя коллега. Когда Ирина попала в ДТП, вызывать инспекторов она не стала. Авария была несерьезная. На машинах остались несколько царапин и вмятин. Женщина обратилась к аварийным комиссарам. Ну, приезжают на место ДТП, составляют протоколы, выявляют, кто нарушитель, составляют все документы, подобающие этому случаю. И все, и остальное уже дальше в процессе. Оформить столкновение по европротоколу можно только если в аварии участвовали две машины. Нет пострадавших, а инициатор ДТП признает свою вину. Материальный ущерб не должен превышать 100 тысяч рублей. Я думаю, это удобно, потому что эти все транспортные средства, попавшие в автокатастрофу, в смысле ДТП, создают дополнительные пробки. Инспекторы, их очень мало. Они пока доберутся до этого ДТП, вот про такой интенсивности движения и какая образуется пробка. Если ничего серьезного, вмятина там, что это можно, я думаю, спокойно по евро... Я за этим. За услуги аварийных комиссаров водителям придется заплатить. Заполнить бланк европротокола можно и самостоятельно. Но многие автомобилисты относятся к процедуре с опасением. Потому что не знаю, что так это. Мало задумлен законом. На самом деле сложности в заполнении бланка нет. Главное сделать несколько качественных фотографий с привязкой к инфраструктуре. По снимкам должно быть понятно, где именно произошла авария. Также надо зафиксировать все повреждения машин, чтобы страховщики верно рассчитали стоимость ущерба. Водителям необходимо записать свои данные и схематично нарисовать, как произошло ДТП. Когда подали страховщику эти документы, страховщик либо при приеме документов увидел, что некорректно составлена схема, он тут же возвращает людям и говорит, что нужно доделать. Либо, если уже приняты документы, то страховщик при полученных уже документах посмотрел, заметил недочеты и в письменном виде возвращает. Но это не запрещает гражданам подать документы снова. Они вносят исправление, ставят свои подписи оба участника и обязательно передают снова страховую компанию. Европротокол прилагается к полюсу ОСАГО. Если автомобилист его уже использовал, скачать бланк можно в интернете. Аварийные комиссары сами привозят все необходимые документы. Далее в программе рубрика «Две беды» в этом выпуске подборка забавных и печальных инцидентов, которые запечатлели камеры в машинах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На этом выпуск итоговой программы подошел к концу. Не забывайте присылать свои вопросы, истории и фотоматериалы на почту, а также подписывайтесь на аккаунт ДПС в Инстаграм. В студии работала Анастасия Бойко. Не нарушайте ПДД и помните, самая лучшая дорога – это безопасная дорога домой. До скорой встречи в эфире. Анастасия Бойко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова